Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас будет необычный праздничный новогодний выпуск. Я расскажу вам про отечественные музыкальные альбомы, которые вышли в этом сумасшедшем 2020 году. Сразу скажу, это никакой не хит-парад, это скорее мое наблюдение за творчеством артистов, моих коллег, которые мне интересны. Также я не ставил себе цель прослушать абсолютно все. Буду откровенен, то, что мне не особо интересно, через силу я не слушал. Поэтому, если вдруг в этом списке не будет вашей любимой группы, уж простите. Но, возможно, я просто что-то упустил. У этого выпуска я вижу три основные задачи. Во-первых, мне самому было интересно провести такой анализ в плане того, кто чем дышит, и познакомиться с коллективами, с которыми давно собирался, но руки никак не доходили. Во-вторых, надеюсь, что коллеги-музыканты более внимательно посмотрят на творчество соратников по цеху. Тем более, что во всей этой информационной мишуре очень сложно выделить и не забыть важную информацию. Ну и третье. Конечно же, самое важное, чтобы вы, уважаемые слушатели и подписчики, открыли для себя новую музыку, новые имена, а может, послушали то, что не успели или пропустили в течение года. Начну, пожалуй, с релиза одного из главных музыкантов в моей жизни. Борис Гребенщиков с альбомом «Знак огня». Ни один альбом Борис Борисовича не обходится без мегахитов, которые в итоге поет все прогрессивное человечество. И новый альбом не исключение. Главная песня, на мой взгляд, Баста Раста. Она появилась в виде клипа еще до начала альбома и, честно говоря, клип не впечатлил и как-то отвлекал от текста. А когда я уже послушал эту песню в формате альбома, конечно, просто разорвало. Многие выделяют еще песни «Не судьба» и, конечно, «Вон Вавилон», на которую тоже был снят клип. Песни крутые, но мой хит, повторюсь, Баста Раста. Белая береза в поисках подкаста – это очень сильно. Музыкальная составляющая альбома, как всегда, на высоте. Ну, что еще можно сказать? Борис Борисович придумал русский рок и, наверное, вместе с ним он и закончится. Как говорится, дай бог ему здоровья. Баста Раста Один идет на ста Белая береза страсть, как зубаста Баста Раста Баста Раста Следующий релиз тоже имеет непосредственное отношение к Борис Борисовичу и называется «Аквариум Индаб». Некто Левша Пацан сделал краудфайдинговый проект на Планета Ру, собрал около 400 тысяч рублей, съездил на Ямайку и при участии легендарного Лиз Кэйч Перри, первого саунд-продюсера Боба Марли, записал альбом регги «Песен Аквариума» в современной даб-обработке. По сути, получился такой альбом ремиксов. Не могу выделить какой-то конкретный трек, альбом воспринимается достаточно цельно. Лиз Кэйч Перри очень прикольно поет, местами Борис Борисович переделал слова, что тоже интересно слушается. Сам Борис Борисович очень тепло отзывался об этой работе и сказал, что слушать, как ментор Боба Марли напевает песню «Иван и Данила» – это как будто попасть в эпизод из «Алисы на страничку». Очень люблю и ценю творчество ВПР. Все альбомы заслушаны в свое время до дыр. Новый альбом был представлен как сольный альбом Ромы и приурочен к 30-летию творческой деятельности. К сожалению, релиз, на мой взгляд, не дотянул до такой серьезной планки, как юбилейный сольный альбом. И по песням, и по саунду. Если бы это был какой-то проходной релиз, вопросов нет. Ну, короче, я ждал большего. В декабре альбом издан ограниченным тиражом на виниле, лейблом «Выргород». Собственно, на сайте Выргорода можете заказать. Также сейчас готовится альбом Ромы ВПР с саунд-продакшеном «Левши», который продюсировал «Аквариум Индап». Ребята выложили уже один трек, и вот прям сразу очень зашло. «Левша» молодцом. Ребята сейчас собирают деньги для альбома. Можете поддержать их на сайте Планета.ру. С нетерпением жду новый релиз. Мечты. Одиннадцатый студийный и первый за четыре года альбом нашего «Всё» группы «Аукцион». Примечательно то, что практически все песни были написаны во время записи, если я правильно понял. Как и все, что делает «Аукцион», очень круто и качественно. Каких-то хитов лично я не услышал, но крутых песен вполне достаточно. Лично мне понравились «Спасательный круг», «Затаись и жди». В целом по саунду альбом лично мне напомнил сольники Леонида Фёдорова. Очень понравилась импровизация в финальном треке «Волны те». Александр Паршиков, он же «Бронемир», в этом году выпустил несколько релизов. «Верная смерть» — это полноформатный альбом из восьми композиций, на котором Саша традиционно партии всех инструментов исполнил сам. «Бронемиру» очень повезло, на мой взгляд, найти свой узнаваемый саунд, и это, я вам скажу, далеко не всем удается. «Стопроцентный хит для меня «Ангел бездны земной». Помоги им отбить ипотеки и кануть на дно, это очень круто». Прослушал раз десять. Также в этом году у «Бронемира» вышел сингл «Песни чумы» и совместный альбом с Андреем Бледным из 2517. Проект называется «Апельсинний жмых. Альбом корона Российской империи». Этот проект, как и многие в этом году, состоялся благодаря карантину. В течение полугода ребята выкладывали по одному треку, всего в альбоме семь композиций. Альбом «Стебный», местами, на мой взгляд, такой лайт-вершин бронемировского проекта «Кали Югин». Вообще, мне очень нравится, когда у музыкантов есть сайт проекта. Для меня это всегда показатель разносторонности творческого потенциала артиста. «Помоги им отбить ипотеки и кануть на дно. Ангел песный земной. Ангел песный земной». В этом обзоре я решил не касаться отечественного рэпа, хотя к многим артистам я отношусь с большой симпатией. Но это, наверное, тема для отдельного разговора. Но хочется упомянуть андеграундную рэп-исполнительницу Нину Потехину. В этом году у Бронемира был с ней совместный трек «Бесами мучим», а у Нины в этом году вышел небольшой альбом из шести песен под названием «Вечно недовольная». По музыке мне все очень понравилось. Для современного отечественного рэпа, который застрял в популярной нынче клауд-стилистике, все очень свежо и необычно. По настроению текстов я сразу прошу прощения за сравнение, но первое, что приходит на ум, это такой бронемир в юбке. Честно говоря, мне не очень ложится на слух, когда девушка поет о всякой чернухе и трэше с обилием нецензурной лексики. Но, возможно, это ее личный опыт, тут как бы добавить что-то сложно. Для любителей отечественного андеграундного рэпа однозначно стоит послушать, хотя бы для того, чтобы заглушить в себе своего внутреннего Моргенштерна. Шутка. Маша и Медведи. Альбом Пиф-Паф. От таких групп обычно ждешь хитов, тем более, когда группа не балует альбомами. Последний релиз мини-альбом «Гусеница» был аж в 2013 году. Конечно, песен масштаба Любочки и Земля нет, но песня «Арарат» очень крутая и на нее, собственно, снят клип. К сожалению, на мой взгляд, тот уникальный саунд, которым группа зажигала на первых альбомах, похоже, канул в лету. Той подкупающей простоты и драйва я лично не услышал. Но, повторюсь, Маша не балует новыми альбомами, так что, как говорится, спасибо и на том. На осколках ковчега я скажу тебе здравствуй, Арарат. Мне привиделось это мой извечный дом, яблоневый сад. Афинаш. Мимо ранен, убит. Ну, во-первых, охрененное название. С Мишей Калининым мы общались еще до выхода альбома, и он говорил, что это, по его мнению, лучшая работа группы на данный момент. И я лично полностью согласен. Крутейшие аранжировки и состав инструментов. Миша и поет, и скримит, и гроулит, так что, мама, не горюй просто. Очень мощно. Песни клевые. Мой топ это трек хостов. Мега хит. Но хочется и немножко поругать. Очень не понравились все телефонные разговоры между песнями. Мамина у тебя точно все в порядке, в десятый раз просто подкумарила. Мне кажется, не будь этих разговоров, ничего бы не поменялось. Тем более, что они достаточно, как на мой взгляд, банальны. Но песни от этого, конечно, хуже не стали. В целом, отличный релиз. О коллективе «Дайте танк» я очень давно слышу только восторженные отклики. И с уверенностью могу сказать, что их песни молодежь поет и в Воронеже, и во Владивостоке. Сам слышал. Мне этот коллектив зашел полтора-два года назад с их электронных альбомов «Радио Огонь» и «На вырост». Очень крутая восьмибитная электронная эстетика. Видно, что все сделано в домашних условиях, но как-то все очень стильно и качает. Помимо этого, я тогда пытался послушать их гитарные альбомы с более традиционным рок-саундом. И вот вообще не зашло. Честно говоря, треть слов вообще не разобрал. Не помню уже, какой релиз именно слушал. Но вот такое ощущение осталось. Новый альбом по качеству звука однозначно на порядок выше предыдущих. Называется он «Человека-часы». Поэзия, как обычно, на высоте. А вот музыкальная составляющая как-то меня не особо впечатлила. Очень предсказуемо и от такой группы как-то ожидалось большего. На мой взгляд, лучшая песня альбома – это «Пляж». Некоторые строчки сразу гвоздем вбиваются в мозг. Но пока альбомы «Радиоогонь» и «На вырост» в творчестве этой группы для меня лично остаются на первом месте. «Пляж наш, вся суета бред, мой трудовой стаж, твой макияж». Теперь этот пляж наш, сколько тебе лет, с виду не дашь. Павел Фахреддинов. Альбом «Нет страха». Сложно говорить о работах друзей и о песнях, которые слышал до выхода альбома множество раз и в разных вариациях. Но все же попробуем. Начнем с того, что сольные альбомы у Паши появляются не так часто. И, как правило, песни, которые несколько лет уже исполняются на концертах, просто объединяются в один релиз. Альбом записывался в течение года на одной из лучших студий в России. Студия на Таганке Андрея Старкова. К записи привлекались прекрасные музыканты, в том числе гитарист Александр Радовский, с которым Паша выступает и записывается уже много лет. Короче, все звучит очень круто. По качеству альбом сразу выделяется среди записей, сделанных на более бюджетных студиях. Но в аранжировках, на мой взгляд, есть некоторые слабые места. Лично мне не хватило солирующих инструментов. Получилось, что весь альбом такой один большой аккомпанемент. Но хотя, возможно, это была такая задумка. Про сами песни мне сложно что-то сказать, потому что многие из них – это визитные карточки Павла Фахардинова. Это и «Не теряй ключей», и «Мне снится небо», «Границы». А в любом случае, на данный момент, бесспорно, это лучший сольный альбом Павла Фахардинова. Павел Пиковский. «Семь цветов осени». Мини-альбом из семи песен. На мой взгляд, Паше удались эксперименты с коллаборациями электронного саунда и живых инструментов. К записи были привлечены разные музыканты и аранжировщики. И, собственно, ваш покорный слуга тоже приложил руку к аранжировке двух песен. На мой взгляд, ключевые треки альбома «Бэтмен» и «Хорошо бродить». Песня «Хорошо бродить» на стихи поэта Дмитрия Львовича Быкова. Ее я слышал достаточно давно, и у меня всегда было ощущение, что эти стихи вполне мог написать Паша. Очень органично она слушается в его исполнении. Ну а песня «Бэтмен», как вы понимаете, ироничное посвящение уханьским летучим мышам. Также в ближайшее время Паша готовит совместный альбом с Сергеем Николаевичем Чеграковым. Очень интересно, тем более, что Сергей Николаевич, мягко говоря, не балует слушателей новыми релизами. Так что ждем с нетерпением. Насколько мне известно, альбом должен выйти в начале февраля следующего года, к юбилею Сергея Николаевича, которому исполняется 60 лет. Чижу 60 лет, ты можешь себе представить? Эта мысль оживает с каждым новым рассветом Среди этих людей я считался поэтом А теперь что тут скажешь, и что о себе возомнишь? Я гадал, я искал, и я решил незаметно То, что я Супермен, но худой конец Бэтмен Но меня победила простая летучая мышь В этом году увидел свет трибют, посвященный 35-летию легендарной нижегородской группы «Хронок». Альбом разделен на два релиза под названиями «Весна» и «Осень». Собственно, в эти времена года они и выходили. В релизе приняли участие множество прекраснейших музыкантов, Среди которых Сергей Чеграков, Андрей Макаревич, Ума Турман, конец фильма, Павел Пиковский, Павел Фахардинов, Кирилл Комаров, Юлия Тузова и многие другие. Мне тоже довелось принять участие в этом трибюте В составе нашего проекта «Плотник гитарин». Трибют прекрасен, Вадим Демидов, живой гений наших дней. Обязательно послушайте. Хочешь, со мной? Иди. Только не плачь в дороге, А то костяные боги собьют с пути. Хочешь, со мной? Готовь. Питье из цепного чая, И пусть нас ведет отчаяние и любовь. Группа «Мегаполис» с альбомом «Ноябрь». До третьей песни, честно говоря, была мысль, Блин, наверное, я что-то не догоняю. Дело в том, что творчество «Мегаполиса» как-то прошло мимо меня, И однозначно, это альбом уже больше для ценителей группы. В альбоме звучат стихи 11 поэтов, Среди которых Осип Мандельштам, Всеволод Некрасов, Григорий Дашевский, Михаил Кузьмин, Сергей Шестаков, Андрей Вознесенский, Георгий Иванов. По сути, это такая декламация стихов под музыку. По саунду альбом достаточно экспериментальный, если не сказать странноватый. Но для любителей всяческого авангарда и, например, сольных альбомов Леони Федорова, я думаю, самое оно. Не могу выделить какой-то отдельный трек, альбом слушается достаточно цельно. И вот и вот. И вот и вот. Оргия праведников. Время будить королей. Сразу скажу, я с огромным уважением отношусь к Сергею Калугину и всей группе Оргия праведников. Это настоящие профессионалы до мозга костей, разбирающиеся в таких нюансах звука, что можно только позавидовать. Но лично я не фанат подобной музыкальной стилистики, поэтому будут только факты. На этот альбом группа делала краудфайдинговый сбор на сайте Планета.ру. Собрали более 1 миллиона рублей. И ребята делают так уже не первый раз. Честно говоря, не знаю, насколько оправдана эта сумма в плане затрат на запись, но качество альбома выше всяких похвал. Сами музыканты говорят, что это их лучшая работа и с этим, честно говоря, сложно не согласиться. Все продумано и реализовано до мелочей. Аранжировки, подача на высшем уровне. Мне запомнились песни «Прыгай в огонь» и, конечно же, финальный трек «Женя Стоп». Старый хит Сергея Калугина. То, что меня больше всего смутило, как ни странно, это обложка. Как справедливо отметил один мой знакомый, обложка больше подходит для сингла. Для такой фундаментальной работы, на мой взгляд, немножко не дотягивает. «Прыгай в огонь» «Прыгай в огонь» «Прыгай в огонь» Федор Чистяков, ныне из далекой заокеанской страны, порадовал новым альбомом. Релиз называется «Последний из Магикан» и наполовину стоит из старых хитов группы «Ноль», переведенных на английский, и наполовину из новых песен. Поначалу я скептически отнесся к переводам старых песен «Ноля», но в итоге больше всего мне на альбоме как раз понравился трек «Train's Rally Down The Street». Очень понравились аранжировки и отдельно хочу отметить скрипку Марии Василевской. Очень впечатляет. На альбоме есть несколько треков, которые выходили с синглами, в частности «Лохнесс» и «Ватта». Песни «Ватта» Федор, если можно так сказать, накинул на вентилятор, и в сети были жаркие споры, сами понимаете, на какую тему. Хотя и в песне «Последний из Магикан» Федор тоже в некотором роде касается геополитической тематики, описывая свой отъезд из, как говорится, немытой России в прекрасное далеко. Напомню, что несколько лет назад Федор переехал в Америку, поскольку в России запрещена деятельность секты «Свидетели и Леговы», адептом которой Федор является уже много лет. Если все-таки выделить музыку, которая меня удивила в этом году, это однозначно альбом Сергея Канунникова и группа «Возвращение» под названием «Детям птиц». Этот альбом ребята записали на своей студии «Сова», которая открыта не так давно. Как я понимаю, не было особых ограничений по времени, поэтому был простор для всевозможных экспериментов и поиска звучания. И на мой взгляд, это им удалось. Казалось бы, традиционный саунд для акустического рок-альбома, но есть какая-то изюминка, которую сложно объяснить. Очень крутые песни, отличные аранжировки и звук. В моем топе песни «Девица» и «Байкал». Всем любителям русского рока однозначно рекомендую. На правах человека, который уже минут 20 что-то умничает, расскажу и про свой альбом «Плотник 82» «Quarantine Ambient». Когда этой весной начался карантин и отменились все концерты и гастроли, стало понятно, что нужно что-то сделать, то, что долго откладывал. А уже очень давно я откладывал запись Ambient-альбома. Вряд ли, конечно, меня можно назвать фанатом этого жанра, но могу с уверенностью сказать, что некоторые Ambient-альбомы, в частности Брайана Ина, сформировали меня как музыкантом. В оформлении альбома использована работа выдающегося донбасского фотографа Владимира Лапшина. Владимир был моим земляком и прославился своими уникальными фотографиями донбасских терриконов. К большому сожалению, после его смерти его работы не востребованы, но я убежден, что их время еще придет. Мною сделана видео-версия альбома с фотографиями этого человека. Все, кто интересуется постапокалиптической тематикой, обязательно посмотрите. В этом году Вячеслав Бутусов выпустил нехарактерный для него сольный альбом инструментальной академической музыки, исполненной на фортепиано. Альбом называется, боюсь ошибиться в произношении, «Чиарос Куро». Все партии исполняла пианист Екатерина Мечетина. Вячеслав выступил в роли автора. Всегда уважал подобные музыкальные эксперименты, когда музыкант понимает, что его работа, скорее всего, будет прохладна или даже с недоумением встречена с слушателями. Собственно, с этим альбомом, если я правильно понимаю, так и получилось. Но очень круто, что Вячеслав делает так, как он чувствует. И альбом, на мой взгляд, получился и однозначно заслуживает внимания любителей академической инструментальной музыки. Дмитрий Ревякин выпустил в этом году сольный альбом «Космо-танго». Пожалуй, это самый позитивный и жизнеутверждающий его сольник. Очень много светлых и лирических песен, интересные музыкальные решения. Хочу от себя отметить трубу Александра Чененкова, который в свое время работал с Арсеналом, веселыми ребятами и Аллой Пугачевой. Сразу чувствуется какой-то просто запредельный уровень мастерства. Альбом был записан и издан благодаря поддержке поклонников. На сайте Планета.ру летом был запущен крауд на 700 тысяч рублей и удачно собран. Также в этом году издан еще один сольный релиз Дмитрия под названием «Серебро и слезы пролог». Напомню, что в 2014 году «Калинов мост» записали трибют Александру Башлачеву с участием звезд отечественного рока, который назывался «Серебро и слезы». А релиз нынешнего года, я так понимаю, это такой акустический набросок, записанный аж в 2009, где Дмитрий под аккомпанемент гитары исполняет башлачевские песни. Честно говоря, я не понял, для чего издана эта запись. Наверное, для какой-то исторической хронологии. Группа «Оберег». Альбом «Пикник на обочине». Наверное, это самый длинный альбом, который я слушал за последние несколько лет. Аж целых 17 треков, включая один фит с группой «Операция пластилин» и акустическую версию одной из песен релиза. Альбом получился, на мой взгляд, в традиционном для группы саунде такой мощный гитарный концертный драйв. Мне очень понравился мелодизм в голосе Дэна Михайлова, сразу погружающий в свою атмосферу. По качеству звучания тоже все на уровне. Местами, честно говоря, вспомнились времена, когда лет 15-20 назад торчал на альбомах группы «Пилот», «Джарконда» и вот в этом роде. Теперь немного критики. Еще до начала прослушивания отталкивающее впечатление произвело название альбома. На мой взгляд, уж чересчур заезжено. И, честно говоря, какой-то особой концептуальности между названием и содержанием я не уловил. Хотя и Стругацких читал, и Тарковского смотрел. Короче, что-то я не догнал. По аранжировкам мне лично не хватило какого-то, ну не знаю, что ли, разнообразия. Финальный акустический трек был глотком свежего воздуха. На мой взгляд, такой акустики в альбоме не хватило. Ну а в целом, для любителей современной русской альтернативы самое оно. Мой трек сквознает. ты в расставании сжигай меня признания пламенем все расстояния придуманы усталостью. Симфония Веселые истории смутного времени. В первую очередь хочется отметить оригинальный и разноплановый саунд альбома с прекрасной индастриал-электроникой, хардкорными рифами и множеством прикольных готических звучков. Первый трек с нарочито Гарри Поттерной атмосферой сразу погружает в такую страшную сказку. И хотя я не особо любитель всяческих страшилок, но в альбоме все слушается очень гармонично и целостно. Еще раз подчеркну, что разнообразие звуковой палитры лично для меня сыграло в большой плюс. Отличная работа. Трек «Снежная королева». «Снежная королева» как концертный коллектив, исполняющий старые хиты, но и как группа, которая выпускает новые альбомы и песни, это, конечно же, вызывает огромное уважение. Замечу, что на следующий день после выхода альбом занял первые места по скачиваниям в русском iTunes, что, конечно же, говорит о постоянстве народного признания и любви. Короче, дай бог всем дожить до 50-летия своей группы и записать такой альбом. Лично мне понравился трек «Стена». Я готов кричать, пошла вон стена, жаль, стена никуда не уйдет сама, к сожалению, так не бывает. Василий К. Альбом «Найти человека». Ну что сказать, на мой взгляд, это одна из приятных неожиданностей среди альбомов 2020 года. Василий реально порадовал. Ну, начнем с того, что альбом записан практически с одного дубля вдвоем с пианистом Александром Соколовым. Полный минимализм, акустическая гитара, рояль и голос. И в то же время нет ощущения, что чего-то не хватает. Вот все на месте. Прекрасные партии, аранжировки, очень харизматично все исполнено. Очень незаурядная и глубокая поэзия, хотя не все стихи авторства Василия. Но песня, которая мне понравилась больше всего, именно его, называется «Самая лучшая». Всем любителям акустического и мимо-мимо тени тех, кто медленнее падал, и кто быстрей, но в общем не менялась ничего. А дай, не дам, давай, дам, убери, да мне не надо, и снова то один на всех, то все на одного. Отдельный дивизион летающих чемоданов под руководством Дмитрия Твердого группа «Тут как тут» выпустила мини-альбом из пяти песен под названием «Ла-ла-ла». Альбом записан в такой лайвовой манере, есть ощущение, что практически без наложений. Все звучит очень живо, местами, честно говоря, даже напоминает запись с репточки. Дмитрий Твердый с честью продолжает нести образ последнего романтика отечественного андеграунда. Грустные и одновременно веселые и ироничные песни. Какого-то новаторства я не услышал, все достаточно традиционно, но убедительно и качественно. Многие музыканты на самоизоляции записали новые альбомы удаленно. И ансамбль «Ромарио» под руководством Ромы Луговых также порадовал таким вот домашним альбомом «Удаленная весна». Очень узнаваемый и фирменный акустический саунд, простота и продуманность каждой партии, интересные поэтические образы и мелодии. Вот, собственно, традиционный набор музыкальных ингредиентов от «Ромарио». Как всегда, на альбоме есть фиты со знаковыми артистами. Это Евгений Гришковец, Андрей Макаревич, Алексей Ивашенко и Билли Новик. На некоторые треки сняты видеоклипы. В альбоме однозначно есть песни, которые уже прочно заняли свои места в хит-параде от «Ромарио». Это и «Барды по бартеру», «Если б я был Леонида Могутиным», «Антивирус, не выходя из комнаты». Отличный ровный альбом. Сингерсонга райтером Барда пора бы считать. Скромные райдеры Барда придется читать. Флагманы отечественного альтернативного андеграунда группа «Пионер лагерь «Пыльная радуга» под руководством Алексея Румянцева выпустили в этом году EP под названием «Зарница». Я знаю, что Алексей очень не любит, когда его музыку ассоциируют с гранжем, и, наверное, в традиционном понимании это действительно не совсем гранж. Но, честно говоря, звучание и концептуальную составляющую этого коллектива мне сложно отнести к какому-то жанру. Собственно, все это относится и к новому альбому в том числе. Так что судите сами. Мне зашла песня «Лошади». И, кстати, очень понравилось оформление. Ольга Арефьева – исполнительница, чьи песни так или иначе находятся в моем пространстве уже более 20 лет. И мне очень радостно, что Ольга не останавливается на своих рубежах и продолжает идти вперед, причем постоянно осваивая новые формы творчества. Это и театрализованные концерты, и куча концертных программ, мастер-классы, монтажи клипов и, наверное, что-то еще. Короче, в этом году Ольга выпустила новый альбом под названием «Хина». Буду честен, я не ждал от этого альбома музыкальных откровений, но в целом мне все очень понравилось. Все очень гармонично, целостно, поэзия, мелодизм, саунд все на уровне. Мне зашли песни «Дерево» и «Киты». Киты не умирают навсегда, они бредут и к нам домой стучатся, а мы глядим, как будто безучастно, и видим за окном стеной вода. Группа «Монгол Шуудан» продолжает практику переигрывания своих культовых альбомов конца 80-х, начала 90-х в новом актуальном саунде панк-хардкора. В прошлом году таким образом был выпущен альбом «Паровоз Анархия», а в этом году перезаписан альбом под названием «Гуляй, поле, реанимация». Альбом, собственно, вышел в начале года. Валерий рассказывал, что давно хотел перезаписать старые песни в современном звуке, и в техническом смысле все удалось на высшем уровне. Саунд, подача, все в лучших панковских традициях монголов. О художественной стороне пусть, наверное, спорят поклонники. Я слышал разные отзывы. Кому-то нравится, а кто-то больше ценит аутентичные записи этих культовых песен. Одна из самых, наверное, востребованных современных поэтесс Вера Полоскова выпустила новый альбом с мелодикламациями своих стихов под названием «Высокое разрешение». Очень приятная электронная музыка, атмосферные звуки и, конечно же, харизматичный тембр голоса Веры. Наверное, это было бы интересно все увидеть в формате концерта или моноспектакля. Лично мне хотелось бы к этому всему какую-то визуализацию, поскольку альбом достаточно трансовый и требующий такого полного погружения. Для всех ценителей современной поэзии, конечно же, обязательно прослушивание. «Скапангруппировка «Голос Америки» под руководством Родиона Лубенского выпустила новый альбом «Чехословакия». Задорный, веселый, смешной, ироничный, с обилием драйва, гармошек, матюков и прочих скапанковских атрибутов. Не скажу, что раньше был сильно знаком с их творчеством, но вот сейчас услышал какую-то здоровую, ироничную преемственность от группы, которую все мы слушали в юности, от группы «Сектор Газа». И могу сказать, что в таком жанре шутить на грани и не скатываться в пошлость удается далеко не всем, а у ребят это отлично получается. Мне очень понравилась и запомнилась песня «Звук говно, пиво дорогое». У Дениса Третьякова, лидера ростовской группы «Церковь детства» вышел дебютный альбом нового проекта «Крот». Как комментирует автор, поет некое существо «Крот», которое сидит внутри него. Насколько я знаю, у Дениса давно сформирована своя религиозная система кротарианства, так что тут ничего как бы удивительного. Но голос на Дениса и правда не похож, хотя альбом вполне в лучших традициях группы «Церковь детства». Мрачный, религиозный, ироничный. В общем, Денис с честью продолжает нести знамя ростовского оккультизма и маниакально-депрессивного антеграунда. Ах, какая мука, черная оккультная наука. Ах, какая мука, черная крупная наука. Группа ключевая под чутким руководством Максима Аншукова выпустила мини-альбом из четырех песен под названием «Все изменилось». Некоторые песни уже выходили ранее в качестве синглов и теперь собраны вот в такой интернет-релиз, изданный лейблом «Навигатор», с которым группа, как я понимаю, продолжает сотрудничество. Альбом начинается с достаточно знаковой для группы песни «Уметь прощать», которая попала в ротацию нашего радио и в некотором роде дала группе новое дыхание в последние годы. В целом альбом мне понравился, сложно выделить какую-то отдельную песню, их немного и они все офигенные. Достаточно культовая в сфере прогрессивной этнической музыки группа «Абвиатура» выпустила мини-альбом из четырех песен под названием «Четыре». Этнические мотивы, альтернативные гитары, элементы электроники, женские запевы. Вот, собственно, первое впечатление от альбома. Признаюсь, я плохо знаком с творчеством этой группы, поэтому воспринял этот релиз без какого-то исторического бэкграунда, как говорится, с чистого листа. И основной проблемой для меня было то, что я не особо врубился, честно говоря, про что песня. Нагромождение образов, за которыми смысл мне не открылся. Как-то так. В процессе прослушивания новых альбомов для меня открылись несколько коллективов, о которых я, конечно же, слышал, но никогда особо не слушал. Таким открытием стал для меня коллектив «Дайте два» во главе с Люсей Маховой. Когда-то давно я, наверное, как и многие, узнал об этой группе со слов Константина Кинчева, который высоко оценил их творчество. Но вот на этом все знакомство с ними для меня и закончилось. А в этом году ребята выпустили пластинку своих лучших песен, которая называется «Золото». Но это не просто сборник, песни переиграны, переаранжированы, некоторые треки, я так понимаю, сделаны под концертное звучание, либо очень качественно записаны на концертах, что очень удачно вписалось в концепцию альбома. Для меня все эти песни были по сути новыми, повторюсь ранее, я не особо был знаком с творчеством группы, но сразу чувствуется, что проходных песен нет. Каждая песня мощное полотно, очень интересная поэзия, запоминающийся вокал Люси и мощные гитарные рифы. Отличный релиз, как я понял, это только первая часть, так что с удовольствием буду ждать второго. Премия цветов с оленями Ты просто молодец Прими поздравления Абсолютные лидеры в области музыкального сюрреализма и всяческого стеба группа Громыко выпустила новый альбом 20 тысяч лет под водой. Вот единственное, чего я не понял, так это почему такое название. Но это не помешало мне прослушать альбом несколько раз. Очень смешно, едко, пафосно и задорно. Одну из песен я слышал задолго до выхода альбома. Это кавер на песню Текилы Джаз с Розенбаум. Ну, по сути, кавером назвать ее сложно, там полностью другой текст. Ты еще крепкий старик Розенбаум. Короче, просто разорвал. Ну, и еще в альбоме как минимум половина песен, которые, уверен, прочно займут места в числе визитных карточек группы. Также немаловажно, что группа продолжает следовать традициям своего саунда с дурацким металлофоном на переднем плане. Ну, вот он как-то не раздражает, а наоборот веселит. Ну, и вообще, то, что у группы свой узнаваемый звук, конечно же, это огромный плюс. Ермен Анти, лидер культовой панк-группы Адаптация, выпустил альбом стихов под названием «Смерть современного искусства». Альбом записан при участии екатеринбургского музыканта Максима Рогова, создателя проекта «Никогда не верь тем, кому за 30». Честно говоря, я долго не решался послушать этот альбом, мне казалось, что это будет какой-то психоделический мрачняк. Но в итоге я прослушал с огромным удовольствием и с огромным интересом. С песнями Ермена я знаком уже много лет, но вот сейчас он для меня открылся как большой и значимый современный поэт. Очень меткие образы, ни одного лишнего слова, выверенные формы и очень понятный смысл. Ну и, конечно же, харизматичная подача и отличное музыкально-шумовое сопровождение. Убежден, что стихи Ермена прочно займут свою нишу в истории современной поэзии. Гопотая антропология, беспощадной бессмыслицы беспредел, у империи нет ни стыда, ни совести, только армия, флот и великая цель. Так вперед, Адидасы, Рибаки, ваше время ровнее строй. Саня, белый, великомученик, с того света кричит за мной! Хочу рассказать про альбом своего товарища из Брянска Владимира Рыскина. В начале нулевых в Брянске существовала достаточно популярная группа «Невесома». И тогда же ребята записали альбом, который около 15 лет пролежал на полке в виде несведенных исходников. И вот в этом году все чудесным образом сложилось и альбом под названием «Грааль» увидел свет. Так получилось, что проект уговорил в лице Евгения Сабельфельда и вашего покорного слуги тоже приложил руку к выходу этого релиза. Мне альбом показался интересным тем, что сейчас так уже не играют. Вот даже не знаю, как это объяснить. Редко сейчас встретишь несколько минутные гитарные проигрыши в духе Led Zeppelin и Yes. И в то же время по саунду альбом полностью на мой взгляд актуален нашему времени. Думаю, для старых фанатов группы это будет неожиданный новогодний подарок. Дефеса альбом ловцы музыки Дефеса это очень необычный музыкальный проект объединяющий совсем непохожих артистов. Это Псой Короленко Юлия Тиунникова Алиса Тен и Ян Бедерман. На португальском языке и в русском переводе проект исполняет песни Тома Зе и других титанов бразильской музыки. По сути, релиз представляет собой концертный лайв, изданный и на CD и как видеофильм на DVD. В записи принимало участие множество прекрасных музыкантов и по исполнению альбом конечно же выше всяких похвал. По саунду мне тоже все очень понравилось, хотя иногда мне не хватило громкости голоса. Местами он где-то в глубине. Ну и конечно же очень необычные для наших широт музыкальные формы бразильской самбы и басановы как минимум вряд ли кого-то оставят равнодушными. Украинский этноколлектив Даха Браха после четырехлетнего перерыва выпустил новый альбом под названием Аламбари. Это собственно название небольшого бразильского города, где собственно группа и записала этот альбом. Честно говоря с творчеством этого ансамбля я был знаком по нескольким видео на ютуб и альбомами никогда их не слушал. Ожидался какой-то этнический мелодизм и вдруг с первых треков неожиданно начался джаз, а уже традиционные этно-боевики пошли в середине. В целом очень необычный и как на мой взгляд экспериментальный саунд, но чувствуется, что музыканты в нем как рыбы в воде. Все очень уверенно и харизматично. Местами весело, местами джазово, местами психодельно. Ну и в завершении нашего обзора не могу не сказать несколько слов о новом альбоме группы Сплин Вира и Майна. В моей жизни, как думаю, и в жизни многих людей, слушающих отечественный рок, были годы, которые проходили под знаком этой группы. Скажу честно, последние работы Сплина не особо радовали и никаких чудес от нового альбома я не ждал. Но когда в начале весенних карантинов Александр Васильев выпустил песню про Гарри Поттера, я понял, что еще есть чего ждать. Песня меня очень порадовала. Помимо нее, в альбоме мне понравились песни «Джин» и «За семью печатями». В целом, музыкальные и поэтические формы новых песен достаточно традиционны для Сплина и многократно эксплуатируемы в предыдущих альбомах. Но тут уже, как говорится, постоянство признак мастерства. И прекрасно, что завидной периодичностью группа радует нас новыми релизами. Я пью свой джин, я все еще жив, я пью свой джин, я еще жив. Ну что, друзья, на этом будем завершать наш предновогодний выпуск. И в преддверии праздников хочется пожелать вам, чтобы весь дурдом двадцатого года остался в двадцатом году. А Новый год приносил только радостные и позитивные моменты. Отдельно хочется пожелать всем музыкантам и коллегам по цеху новых песен и альбомов, вдохновения и всяческих творческих успехов. Также хочется поблагодарить всех, кто в течение года поддерживал проект «Уговорил материально». Друзья, только благодаря вам мы продолжаем работать и как-то держаться на плаву. Мы очень надеемся, что и в новом году вы будете с нами, потому что только от вашей поддержки на сегодняшний день зависит количество и качество наших новых передач. Всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok